Итак, до нового 2019 года остаются считанные дни, а это значит, что пришло время подумать о том, как именно вы проведете праздничные каникулы. А чтобы вам было проще, мы подготовили мини-обзор на самые интересные мероприятия. Дедов Морозов много не бывает. Твердо верим мы, а потому приглашаем всех присоединиться к шествию Дедов Морозов в 5 часов вечера 29 декабря. Стартуют дедушки от Щелковского культурного комплекса и по нарядной улице Парковой дойдут до площади Ленина. Одевайтесь потеплее и присоединяйтесь к красочному и веселому шествию. Какой же Новый год без праздничного фейерверка? Для многих стало приятной традицией выходить в новогоднюю ночь на улицу, чтобы посмотреть на яркое шоу, а заодно и поздравить всех с наступившим праздником. Ровно через час после боя курантов приглашаем всех на праздничный салют. Лучше всего его будет видно с набережной Серафима Саровского. А как провести каникулы с самым маленьким, спросите вы? В каникулы их будут ждать анимационные программы. На площади Ленина поучаствовать в увлекательном действии можно будет каждый день, начиная с 3 января в 11 утра. Хочется еще чего-нибудь интересненького? Тогда отправляйтесь в детский городок на улице Комарова. Там малышей ждут игровые программы, эстафеты, танцы и многое другое. Вот вам небольшая загадка, как в Новый год до нас будут добираться главные новогодние герои, исполняющие все желания. На тройке лошадей? А может на оленях или на лимузине? Говорят, в этот раз они к нам пожалуют на поезде. Более того, с ними на их волшебном транспорте можно будет прокатиться всем желающим. 3 января в полдень он будет ожидать вас в микрорайоне Богородском, а затем отправится на улицу Центральную, до которой доберется к 4 по полудню. 4 января вас ожидают чудеса в Жигалово. Дедушка с друзьями прибудут в 12 дня. 5 января веселая компания в полдень отправится в микрорайон Бахчеванжи. А 7 и 8 января в то же самое время проведает жители микрорайона Заречный и поселка РТС. Несмотря на то, что вся страна готовится к праздникам, спортивная жизнь продолжает кипеть. Так в универсальном зале ФОК 29 декабря с часу дня и до 9 вечера и 30 декабря с 9 утра и до 8 вечера пройдет открытое первенство детско-юношеской спортивной школы по художественной гимнастике. Можно предположить, это будет очень красиво. Приходите и сами в этом убедитесь. Ну а если все вышеперечисленное из спортивных мероприятий вас не заинтересовало, то тут вы точно не устоите. 5 января в час дня все в том же нами любимом спорткомплексе Подмосковья состоится первенство в Московской области среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике. Юные атлеты и атлетки, что вообще может быть лучше? Бег, ходьба, прыжки. Это и многое другое ожидает вас на соревновании. А что можно будет посмотреть в кино в праздничные дни? Так как за окном Белым Бело хочется, чтобы и на большом экране придерживались той же тематики. Поэтому 1 января состоится премьера самой что ни на есть новогодней сказки «Снежная королева Зазеркалье». А вот уже 3 числа вас ожидает фильм о всеми любимой няне Мэри Поппинс. Обязательно сходите с детьми, не пожалеете. Если же так долго ждать вы не хотите, то 29, 30 и 31 числа в кинотеатрах будут показывать «Елки последние» и «Три богатыря» и «Наследница престола». Мне кажется, оба фильма достаточно интересные. Главное запастись попкорном, ну или чипсами. На ваш выбор, конечно. Ну и закончим наш новогодний анонс с рассказом о театре. А как же без него? В Щелковском театре 28, 29 декабря в 11.00 и 3-4 января в час дня для детишек и их родителей покажут спектакль «Новогодние приключения домовят». Думаю, название говорит само за себя. Хорошее настроение после похода на этот спектакль вам обеспечено. Ну а с вами была Мария Буржинская, которая желает каждому из вас волшебного новогоднего настроения.